Как эти наркотики снова засосали всю любовь, все вот это вот материнство, я до сих пор не понимаю. Сразу все началось очень плохо. Подъезды, перитоны. Понимаю, что я могла умереть, и это страшно. Если не остановишься, то смерть неизбежна. В жизни каждого из нас бывают трудные моменты, когда остаешься с собой один на один. Кто-то справляется с этим одиночеством, погружаясь в череду счастливых будней. Кто-то заполняет эту пустоту наркотиками, стирая абсолютно все грани и убивая в себе самые светлые чувства. У меня очень сложные отношения с мамой. Очень. Это прям такая больная тема, потому что как бы она нас любит, но мы ей особо не нужны, ни я, ни брат. И когда со всеми детьми делают уроки, мы их не делали. Ну, когда детей ведут в первый класс за ручку мамы, мы с братом идем вдвоем. И из-за этой плохой жизни я решила, что в 16 лет я закончила школу, я сразу пошла работать, учиться, что у меня будет все по-другому. А мой брат начал уже употреблять наркотики, я очень его выгоняла с дома. Я не понимала, почему за ним опять все бегают, опять его вытаскивают, а меня никто не замечает. Он мне предложил, и я употребила наркотики. Я очень быстро втянулась. Первое употребление я ничего не поняла. Я уснула, и я ничего не поняла. Они как безумные себя вели, ну, брат и его друзья. Я ни в чем не разобралась, но зачем-то я это сделала через пару дней, и там уже я очень быстро втянулась. У меня сразу все началось очень плохо. Подъезды, притоны. Когда мне, наверное, нужна была помощь, ну, никого рядом не было. Я, конечно, во всем сама виновата, потому что за год я разрушила всю свою жизнь. Я просто ни о чем не думала. Мне было ничего неинтересно, мне было ничего не важно. И мне было так проще. Употреблять наркотики, тусоваться, ни о чем не думать. Я в это время, меня положили в больницу, у меня были проблемы по-женскими, поставили тогда бесплодие. Но меня это не остановило, совсем не остановило. Меня остановило, когда я оказалась одна, вся ободранная, грязная. Все. Я стою одна на улице, была осень, очень было холодно. Я просто понимаю, что все, все закончилось. Нету сил ни искать эти наркотики, ни употреблять их, ну, нет сил ни на что. Я узнала, что у меня проблемы со здоровьем. И я начала пить, очень сильно пить. В общем, все было так запутано. И появился в моей жизни мужчина, который вроде бы такой же, как и я, но мы смогли с этого выбраться. Я забеременела, мы все бросили. Все было прекрасно. Такие были ощущения, когда мне кажется, что я летала, потому что во мне живет жизнь. Ну, в общем, это было... Но потом я родила, и... Как эти наркотики снова засосали всю любовь, все вот это вот материнство, я до сих пор не понимаю. Мы употребляли. Он ушел с дома и возле дома повесился. И я вошла себя жалеть. И год жалела так, что обрела опять судимости. Вот просто в один миг, за всякую мелочь. Меня посадили, мне дали 3 года 10 месяцев. И я очень благодарна тому, что на самом деле я здесь, потому что я не могла найти путь. Меня... Я не могла. Меня никто не останавливал, я опять же была никому не нужна. И я почему-то решила опять, что так проще. У тебя стираются все грани. Нет чувств, все, ты становишься как будто деревом, бесчувственным. Ну, все, тебе ничего не интересно. И когда обретаешь дно, такого никогда больше не заплачешь. Самая дорогая в моей жизни – это мой ребенок. Я очень хочу к нему и... Я очень хочу быть ему хорошей мамой. И дать ему все, все-все дать. Всю любовь, всю заботу, потому что... Мой сын – это самое... Это мое. Вот это оно, оно мое. И я очень его люблю. Сделав выбор в пользу наркотиков, Елена стала чужой для самого дорогого человека – своего ребенка. Многое уже никогда не будет прежним. Девушка осознала, что употреблять и оказаться по ту сторону закона – не самый плохой финал. Это шанс. Раз и навсегда захлопнуть дверь в мир, где есть место, разрушающие привычки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова